Светличная в психиатрической клинике после опухоли в мозге. Фраза «невиноватая я», он сам пришел навсегда, вписана в историю российского кинематографа. Она прославила Светлану Светличную, которую тут же записали в символы советского кино. Жизнь ее складывалась тяжело, в последнее время ситуация вообще печальная, ведь легендарная актриса тяжело больна. Столичная могла попасть в психиатрическую клинику из-за опухоли в мозге. Актриса Светлана Светличная могла попасть в психиатрическую клинику из-за опухоли в головном мозге. Как сообщает телеграм-канал Мэш, у 84-летней артистки обнаружили новообразование в лобной доле. Светличная наблюдается в психоневрологическом диспансере с 2017 года. По информации канала, она почти утратила память из-за болезни Альцгеймера. У нее проблемы с речью и мышлением. Женщина находится под постоянным присмотром врачей, а порой не может двигаться без посторонней помощи. Бывало, что актриса впадала в ярость и кусала медсестер. Причиной проблем Светличной может быть опухоль в голове. При этом в ее возрасте делать операцию не будут. Это слишком опасно. Медики провели биопсию и проводят анализы, результаты которых покажут характер новообразования злокачественное, но или доброкачественное. 4 июля Мэш сообщал, что у актрисы обнаружили болезненное новообразование под нижней челюстью. Тогда артистку направили к онкологу, который должен был подобрать план лечения для Светличной. Последний раз в эфире она появлялась в январе 2023 года в передаче Андрея Малахова, где рассказала о сотрудничестве с Леонидом Гайдаем. Позже осенью директор гильдии актеров Валерия Гущина в беседе с журналистами НТВ рассказала, что Светлана Афанасьевна остается под постоянным контролем врачей в спецлечебнице. Невестка Светличной Ольга добавила, что у актрисы наблюдается тяжелая форма деменции, но она остается дееспособной. Последние новости о Светличной появились в 2024 году. Актрису снова госпитализировали, но теперь уже из-за проблем с сердцем. Телеграм-каналы сообщили, что состояние ее тяжелое, актриса перестала пить и есть, и ей вводят питание внутривенно.